Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю обозревать тему Woodmart. Это урок 46. У нас на очереди вкладка «Производительность», но мы ее с вами пропустим. Мы можем перейти сюда в Woodmart, настройки темы и производительность. Дело в том, что все моменты по производительности, то есть скорости загрузки сайта, здесь очень условно, то есть не дает ощутимого результата. Я их объяснять не буду, так как в конце этого видео есть отсылка у меня, к каждому этому видео, что у меня есть услуга на действительно качественную оптимизацию скорости сайта другими инструментами. Поэтому показывать инструмент оптимизации, где вы можете просто зайти и все повключать, и будет прирост скорости небольшой совсем, это такое себе. Поэтому здесь из этой вкладки настроек я выделю только лишь предзагрузчик, который вы можете включить. То есть это какое-никакое действие, когда страница грузится, или человек переходит с одной страницы на другую страницу, человек видит, что что-то происходит, то есть если сайт тяжелый, это колесико, оно, так сказать, помогает скрасить ожидания. То есть мы можем его включить. Также есть возможность грузить свою иконку, анимированную, вместо колесика, которое у нас по умолчанию показывается, пока страница грузится. Задать фон, прозрачность фону, цвет самого preloader темный или светлый. Давайте посмотрим. Обновляем страницу. Вот у нас был красный экран. И такое колесико крутится. Можете фон вообще не сдавать, тогда будет белый. Я здесь отключу, и мы движемся с вами дальше. У нас есть возможность поставить страницу заглушки. Пока вы сайт разрабатываете, все пользователи вашего сайта будут видеть некую страницу. Мы скоро откроемся. Вы можете оформить ее как угодно через Elementor, с таймером и другими данными. А можете взять готовый шаблон, который предоставляет Woodmart. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, вы включаете этот режим и сохраняете настройки. Но у нас с вами сейчас ничего не произойдет. Нам нужно будет пройти страницы. WordPress. Создать страницу. Любую. Назовите как угодно ее здесь. И самое важное, вот здесь вот нужно выбрать в атрибутах. Видите, вот здесь шаблон именно обслуживания. И сохранить. Если мы зайдем на сайт как зарегистрированный пользователь и администратор, мы ничего не увидим. Так и должно быть. Но если мы выйдем и будем на сайте находиться как обычный пользователь, у нас пустая белая страница. И в адресной строке мы видим автоматический редиректит с любой страницы на страницу обслуживания, которую я только что создал. И нам остается лишь оформить ее здесь как угодно. Либо воспользоваться готовым шаблоном от Woodmart, либо через Elementor. Давайте я войду опять на сайт. То есть получается, вы зайдете в странице обслуживания и нажмете, если сами хотите ее создать, редактировать в Elementor и создаете ее в Elementor. Я хочу вам предложить поставить готовый шаблон. Его можно найти в Woodmart. По этой ссылке перейти. Дальше перейти дополнительно и перейти вот сюда. У нас есть 4 готовых симпатичных макета. У нас вот сейчас, в данный момент, пока я записываю видео, уже скоро Новый год и актуально будет, можно предварительный просмотр сделать, как будет страница заглушки выглядеть. Естественно, вы сможете поменять там текст на свой, таймер задать свою дату, когда ваш сайт откроется, что-то убрать. Например, социальные кнопки не нравится убрать. Тот же картинку на другую новогоднюю сменить. Все что угодно. Давайте посмотрим. То есть нажимаем импортировать. Ждем, когда процесс завершится. Если перейдем в страницы, соответственно, у нас автоматически новая страница создалась уже с этим шаблоном. Соответственно, мы, которые создали обслуживание, я тогда ее отключаю. делаю ее черновиком, к примеру. А вот здесь мы видим, я вижу, что это новая страница. Я сюда перейду в режим редактирования через Elementor. Вот мы видим страницу уже, которую можно редактировать. Вот, пожалуйста, нажимайте на карандашик, меняете там с Новым годом, что-то удаляете. Вот этот текст, да, меняете на свой таймер, дату задаете до какого числа, какого числа вы откроетесь. Социальные кнопки там можно удалить, да, вообще этот блок. Допустим, нас она устраивает, эта страница. Если мы просто зайдем в эту страницу без Elementor, то вот здесь убедиться, что действительно обслуживание выбрано, автоматически здесь это выбирается, и получается, я могу сейчас это проверить. Вот я нажму выход. На какую бы страницу я не перешел, посмотрите, на красивую страницу пользователи будут автоматически редиректить на страницу заглушки. Я вернусь в обслуживание в настройки и отключу эту опцию. В этом же видео давайте рассмотрим, тут это переведено как белая этикетка, но я бы назвал ее брендирование. Не знаю, зачем они вообще здесь это сделали. Видимо, было много запросов от пользователей на возможность менять в админке иконки на свои, то есть переделать по свой бренд. У нас же здесь вот есть, мы видим, где версия тема Woodmart, логотип Woodmart, поэтому на этой странице все сделано для того, чтобы мы могли заменить какие-то данные на свои. Здесь везде есть подсказки, вы можете видеть, как нам показывают вот здесь вот на картинке, как меняется, допустим, на логотип WordPress, то есть вы можете вот сюда загрузить свое изображение. Далее можно скрыть вкладка лицензии темы, скрыть подсказки по настройке темы я бы не рекомендовал это скрывать, это вот такие вот вопросики, которые быстро напоминают вам, где находится та или иная опция. Скрыть страницу готовых веб-сайтов, скрыть страницу журнала изменений, тем Admin Bar Menu, то есть вот у нас есть, допустим, Bar Menu, оно у нас показано. Давайте попробуем его отключить. Видим после сохранения, что отсюда у нас это скрывается, если вам здесь не нравится, потому что настройки все равно здесь дублированы. То есть тут не только брендирование на этой странице, а тут еще отключение каких-то штатных страниц. Также ниже изображение есть возможность менять, вот мы видим даже на вкладке меню к загрузке, но только учтите, чтобы картинки здесь применялись, иконка в данном случае, то надо учитывать размер 20 на 20 пикселей. Также возможность поменять логу вот здесь нам на картинке показывается. Тоже учтите размеры. И обложка, тема тоже может быть заменена. Вот такие вот здесь не особо, я считаю, полезные настройки. Кому-то это важно. Я никогда нигде это не менял. Все вот эти вот моменты. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok